22 января один из главных государственных праздников День Соборности Украины. В этот день в 1919 году провозгласили акт воссоединения восточной и западноукраинских земель в единое государство. Сегодня в Запорожье в честь праздника возложили цветы к памятнику Шевченко и провели торжественное собрание в Театре Магара. В нынешней независимой Украине отмечать воссоединение осколков Австро-Венгрии и Российской империи начали в 1999 году. Ведь акт унитарности удалось закрепить юридически только за три года до этого. Сегодня День Соборности Украинских земель приобретает новое звучание. Указом президента его объединили с Днем Свободы. Говорят, теперь это не только дань уважения творцам актов независимости, а и память о тех, кто погиб за Украину. Впрочем, вклад борцов за свободу во многом еще предстоит осмыслить. Для того, чтобы единства было больше, нужно, чтобы историки и политики говорили правду о всех исторических событиях. У каждого есть право на собственное мнение, но ни у кого нет права на собственную правду, которую нужно насаждать другим. Говоря об идее единства, вспоминают исторические корни. Киевскую Русь, князей Владимира и Мономаха, гетьманов Хмельницкого и Орлика считают, теперь идею державности искать не надо. Она, оказывается, уже есть. Единство в Соборности. Без единства государства, без единства народа мы никакого вопроса не решим. И на мой взгляд, Запорежье показывает всей стране пример такой единства, толерантности. Я могу с уверенностью сказать, что мы то место в стране, которое показывает, как нужно вместе решить все проблемы. Чтобы Украина процветала, нужно обязательно жить в мире, жить в Злагоди. Только в таком ключе, только в такой позиции мы можем добиться успеха в реформах, преобразованиях, улучшить социально-экономическое положение в государстве и выйти в ключевые европейские государства. В честь праздника дают звания заслуженных работников, юбилейные медали и ордена за заслуги. Торжественность момента подкрепляют исполнением государственного гимна. А рождественскими колядками еще раз напоминают. Праздники заканчиваются, пора включаться в работу. Возложение цветов к памятнику украинского кобзарятора Сашевченко стало традицией. Ежегодно в День Соборности Украины к постаменту приходят первые лица областной и городской власти, представители трудовых коллективов. В этот день у памятника на торжественном собрании спели не только обычный, но и духовный гимн Украины.